Рак эндометрия является самой частой злокачественной опухолью органов женской репродуктивной системы. Ежегодно в России диагностируется более 15 тысяч новых случаев, и, к сожалению, более 6 тысяч пациентов погибают от этого недуга. Чаще всего данная болезнь диагностируется в возрасте 62-65 лет. Однако бывают случаи диагностики в так называемом репродуктивном периоде. Частота таких случаев составляет около 4-5%. Основной метод лечения – это хирургическая операция, задача которой – удаление пораженного органа, то есть матки. Иногда эта операция может дополняться удалением лимфатических узлов. Однако подход для женщин репродуктивного возраста должен быть несколько иным. Здесь возможно применение так называемой консервативной терапии, когда мы лечим рак без операции, потому что мы понимаем, что женщина хочет и может забеременеть и родить ребенка. В Хадасе мы предлагаем индивидуальный подход каждому пациенту в зависимости от пожеланий и клинической картины. Основные факторы, которые приводят к развитию рака эндометрия – это, конечно же, генетические мутации, куда без них. И сегодня мы точно знаем, какие мутации потенциально могут приводить к развитию рака эндометрия. К сожалению, не на все из них мы можем влиять, но, тем не менее, это важно для послеоперационного лечения, если таковое потребуется. Далее – это избыточная масса тела, иногда ожирение, синдром так называемых поликистозных яичников, гиподинамия – это раннее начало менструации, поздняя менопауза, прием гормональных препаратов, которые содержат в себе чистые эстрогены, без второго гистогенного компонента. Все эти факторы могут приводить к развитию рака эндометрия. Основные симптомы рака эндометрия – это кровянистые выделения из половых путей и боли или дискомфорт внизу живота. Как мы и сказали, основной средний возраст развития рака эндометрия после 60 лет. Поэтому любые кровянистые выделения в этом возрасте должны насторожить женщину и являться поводом к посещению гинеколога, а лучше онкогинеколога. Основные методы диагностики – это УЗИ малого таза, что доступно, опять же, всем, и это можно сделать на приеме. Это базовый метод, самый простой, самый быстрый, который позволяет нам заподозрить болезнь. Но если мы уже понимаем, что диагноз поставлен, мы подтвердили его и получили клетки опухолевые, дальше нам необходимо оценить распространение заболевания. И здесь на помощь к нам приходит МРТ малого таза, и этот метод должен быть основным для диагностики рака эндометрия. Исследование должно выполняться с контрастированием. Так как мы говорим о злокачественном процессе, который потенциально может метастазировать, необходимо добавлять в обследование компьютерную томографию грудной клетки и брюшной полости. И эти исследования также должны выполняться с контрастированием. В клинике Хадаса у нас есть программы комплексного обследования, которые дифференцированы по возрасту женщины, которые направлены на раннее выявление болезни. Потому что раннее выявление является критически важным при любом онкологическом диагнозе. Мы знаем, что при раке эндометрия, в случае, если болезнь найдена на начальной стадии, пятилетняя выживаемость составляет более 90%. Я бы хотел уточнить, что пятилетняя выживаемость ни в коем случае не ограничивает жизнь наших пациентов пятью годами. Это лишь означает, что после пяти лет риск рецидива, он минимальный. Чем раньше выявлена болезнь, тем успешнее будет наше лечение и тем больше шансов добиться стойкой ремиссии.